Новый спектакль «Перожитие белорусской вёстки» презентует Хотимский театр «Промень». Театральная труппа молодознайомая широкой публицы, а свои спектакли демонструют в основном районах Могилёвской области. Но нашу здымочную группу зацекает тот факт, что все спектакли ставятся с уживанием местного диалекта. И это отметная риса труппы. На репетиции побывала Катерина Балукова. Это репетиция спектакля под названием «Пречка Альбокаска Домовика». Постановка спроба показать звычайное житель салян, их повседённые заботы и проблемы. И обовязково с акцентом на народность. Мы из народа. Не все профессионалы. Не то, что не все, а мало в коллективе профессионалов, именно театралов. Мы из народа. Кто такая Нюра в этом спектакле? Нюра очень хорошая женщина. Хозяйка этого дома, в котором вы сейчас находитесь. Которая любит вкусно поесть. И страдает от того, что муж пьяница. Амалюся в спектаклях – это подеи реального життя, стверждает сценарист Александр Александрын. Возможно, в тековых фактах тенават фраза кладутся на паперу, а после сплетаются у сюжетной линии. Я никогда ничего не стараюсь не придумывать. Жизнь придумывает за нас. Это был реальный случай. Мне его рассказал знакомый, что такой случай был, что они со своей женой вот так поспорили. Все это была хохма. Я с этой хохма, ну, получилась пьеса. Да, добавил там дымыков для смеха, что называется, опять же. Ну, вот, получился спектакль. Цікавые персонажи, быт близкий до народа и мова, зрозумелая глядачу. У своих спектаклях Хочинский театр говорит только на так званой тросянце. У нас же не чистая белорусская мова получается. Но у нас так говорят. Поэтому мы некоторые слова заменяем на слова, которые, понятно, нашему зрителю, они интереснее, как-то сочнее звучат. Вот у нас был спектакль. Там есть слово стрельба, а мы говорили ружжо, потому что так сочно звучит. И все понятно, что это за ружжо такое. У нас есть специальный документ, который подтверждает, что Хочинский говор для белорусской культуры уникальный. Нигде так о Хочинском районе больше в Беларуси не говорят. У планах театра презентовать новый спектакль у России. Катерна Булукова, Миколай Соболев, Новины, Рыжион.